Путешествие на Северный Кавказ Северный Кавказ по праву считается уникальным местом со своей природой и непревзойденной красотой. Самое приятное, что в путешествии можно отправиться на своем автомобиле. Это несомненно гораздо удобнее. Вы не зависите от транспорта и можете спокойно остановиться во всех понравившихся местах для семейной фотосессии. В данном небольшом обзоре собраны полезные советы для путешественников, которые пригодятся как начинающим, так уже и опытным туристам. Прислушайтесь к ним, и ваш отдых пройдет безопасно, а полученных эмоций с лихвой хватит на несколько месяцев вперед. Давайте приступим. Немного о дорогах. Если вы хотите полюбоваться местными красотами в полном объеме, наиболее лучшим выбором будет ехать в путешествии на внедорожнике. В горах мало хороших дорог, как правило забираться в глушь нужно на полном приводе и на пониженной передаче. Если нет своего внедорожника, не беда, можно в труднодоступные места купить экскурсии на джипах, непосредственно на месте. Основные дороги на Кавказе содержатся в хорошем состоянии, асфальт ровный, ямы выбоин минимум. Между поселками с дорогами дела обстоят хуже, обычно тут разбитые грунтовые дороги, ехать по которым, то еще удовольствие, особенно после дождей. Для этого перед выездом внимательно изучите карту. Почти всегда можно найти вполне приемлемый обходной вариант. Пару слов об АЗС. Горы порадуют вас своей красотой в любое время года. По отзыву большинства путешественников оптимальное время – середина весны или осени. Деревья осенью выглядят красиво и необычно, преобладают золотые и багровые краски. Солнце греет еще очень даже неплохо, и в некоторых местах вполне можно позагорать. Зато количество туристов, даже в самых посещаемых местах, таких как Дамбай или Зона в районе Эльбруса, идет на спад. Нет лишней суеты, и можно спокойно разместиться с семьей и не торопясь изучить все местные красоты. Зимой, хоть климат тут и относительно теплый, дорога в горы будет засыпана снегом, и существует риск схода лавин. Поэтому для осмотра и посещения доступны далеко не все места. Весной природа в горах разительно меняется. Все живое пробуждается и расцветает. В мае уже можно увидеть все пейзажи в зеленом цвете. Лето – наиболее сложное время для посещения гор. Везде большое количество туристов, да и климат довольно жаркий, особенность непривычки. Зато есть свои плюсы. Размещаться с комфортом можно в палатке в любой местности, и тратиться на гостиницы не придется. Безопасность. Вы не поверите, но Северный Кавказ наиболее безопасен, если сравнивать с другими регионами России. Удивительно. Мы все привыкли считать, что тут бандиты ходят целыми отрядами, и местные передвигаются на автомобилях, как минимум имея при себе несколько единиц огнестрельного оружия. А это совсем не так. Вот некоторые соображения по этому поводу. Оставленную в горах машину местные жители не тронут. Это гарантировано. В целом по региону уровень преступности в разы ниже, чем в Москве или Питере. Люди в горах более отзывчивые и гостеприимные. Если у вас возникнут трудности, смело обращайтесь к местному населению. Что в их силах, помогут сделать без проблем. Дагестан, Ингушетия и Чечня просто наполнены силовиками различных ведомств. Причем здесь люди реально работают и поддерживают безопасность. Обращайтесь к ним по любым вопросам. Некоторые опасения вызывают дикие звери, встретить которых в горах вполне реально. В основном распространены медведи и волки. Желательно иметь при себе что-то, чем можно отпугнуть живность, например петарды. Но и если увидите свежие следы, следует уехать из этого места от греха подальше. Благодарим вас за то, что вы нашли время прослушать короткую информацию для путешественников на Северный Кавказ, которую мы подготовили. Если у вас есть пожелания или замечания к содержанию, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Желаем вам счастливого пути и благополучной дороги, а также хорошей компании, веселого и увлекательного путешествия. Еще больше материалов о Кавказе можно прослушать в нашем подкасте или прочитать на нашем сайте просто-дефиз-кавказ.ру Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok